Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! Как всегда в это время сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы поговорим традиционно о том, что происходит на финансовых рынках и попытаемся обнаружить взаимосвязь, традиционную также взаимосвязь между динамикой российских индикаторов и ценами на товары и сырье. Тема программы «Российские индексы и динамика на товары на сырьевом рынке» в студии Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании «Китфинанс». Добрый день, Дима! Здравствуйте! Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы или делитесь собственными мыслями на этот счет. Так, и традиционно давайте опять посмотрим. 15.06 в Москве. Еще раз повторю, что происходит на финансовых рынках в моменте. Значит, вчерашнее закрытие Америки положительное. «Фудси» по проценту практически прибавил. Доу Джонс, СНП 500 и выше 1600. Сейчас СНП стоит, 1603 вчера закрылся. Также остановилось, можно сказать, падение на азиатских площадках. Более того, «Никей» прибавил 3%. Ну, «Шахай-каппозит» в легком минусе 0,07%. Ну, будем считать, что нейтрально закрылся. Далее, Европа сегодня в небольшом плюсе. «Фудси» прибавляет 0,1%. Ну, а индикаторы российского рынка в отрицательной территории. Хотя, может, тоже не слишком глубоко. Но, тем не менее, РТС чуть ниже. Чуть больше 0,1 теряет. И ММВБ почти полпроцента. Рубль, да, закрепился на текущих уровнях. Пытается все-таки несколько укрепиться. И смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки «Бренд» выше 102 долларов за бочку. 102,9. Далее золото, ну, не знаю, нащупало, не нащупало опору. Тем не менее, отскок от 1220 случился. Сейчас унция стоит 1228. Мы с тобой, когда в последний раз золото обсуждали, было что-то выше 1400 даже. Было высоко. Было высоко. Да, сейчас чуть ниже, да, пониже. 1228 в моменте стоит тройская унция. И индикатор валютного рынка выше 1,30. 1,3022 его текущая котировка. Ну, вновь возникает вопрос, да, нащупал опору, не нащупал опору. Набор голубых фишек в основном отрицательной территории сегодня. Среди лидеров падения мы можем назвать с вами акции ВТБ. Больше процента они теряют, почти процент Роснефть теряет, полтора процента Уралкалий, ну, лучший рынок выглядит Сбербанк, одну десятую процента в плюсе. И половина процента акции МТС, почти процента Аэрофлот и половина процента Автоваз. Вот такая вот ситуация на рынке. Я поприветствую еще одного нашего гостя, Евгений Шага, глава аналитического апартамента, управляющий компанией «Гонстрах инвестиций». Добрый день, Женя. Добрый день. Ну что ж, друзья мои, давайте начнем беседу. Итак, картина маслом ясна. Российский индекс находится в отрицательной территории после нескольких дней роста. Ну, видимо, рост этот не слишком убедительный. За эфиром вот Дима общался как раз с Сашей Герчиком по поводу там каких-то, да, перспектив на лето, на осень и так далее и тому подобное. Ну, давай о перспективах мы чуть позже. Если можно, еще раз свои мысли по поводу того, что сейчас владеет, да, умами российского инвестора. Все, что происходит, это, видимо, такие не очень серьезные, да, намерения, не очень долгосрочные. Как ты думаешь? В целом, в последние дни, в последнюю неделю мы видели то, что на фоне падения индексов развитых стран, развивающихся, российские индексы все-таки стояли, пытались удержаться, нащупали некоторую поддержку. Я, в общем, надеюсь, что тенденция эта вполне может сохраниться. И в будущем, ну, если забегая вперед, я все-таки довольно оптимистично смотрю на ближайшие, наверное, месяцы. Летние именно? Ну, летние, там, с переходом осень, да, то есть я все-таки надеюсь, что дно погоды, где-то оно рядом, оно где-то рядом, может, там плюс-минус, но все-таки я буду оптимистом на вторую половину года. Я надежды возлагаю на Китай, я надежды возлагаю на Европу нашего, главный рынок сбыта экспорта нашего. Вот, соответственно, я думаю, что получит экономика некоторую поддержку, несмотря на все трудности и проблемы. Так что и рынок акций, я тоже, думаю, будет пользоваться, потому что один из самых перепроданных в 2013 году. Безусловно, есть активы по очень и очень хорошим ценам. Ну, то есть, другими словами, можно на текущих уже и сейчас рассматривать. В целом, среднесрочные портфели, да, я бы покупал Россию сейчас. Женя, как ты смотришь на рынок акций отечественной? Ну, вот это вот последние несколько дней или несколько недель волатильно достаточно торговля, да, хотя вот Дима отмечает то, что по сравнению с развитыми, развивающимися, да, остальными развивающимися рынками, все-таки наш какую-то опору, да, демонстрирует опору какую-то. Ну, я бы хотел согласиться, но, к сожалению, реальность не столь оптимистична. Дело в том, что вот даже сейчас сформировался некий отскок после падения второй половины мая, начало июня. Но крупных покупок не видно. И то, что мы видим, заход скорее каких-то мелких портфельных инвесторов. Почему мы не упали на фоне падения вот сейчас всех остальных рынков? Ну, видимо, уже продавать просто некому. Все, кто хотел продать, да, они уже продали. Если посмотреть на притоки оттоки, самые серьезные оттоки, они наблюдались все-таки пораньше. Прошедшая неделя уже показывает не такие серьезные оттоки, но это не связано не с замечательными перспективами нашего рынка, а, видимо, с тем, что уже продавать просто некому. Так что, наверное, в ближайшие дни мы увидим, может быть, некоторую стабилизацию, но не исключено, что уровни будут еще ниже, чем текущие, чем мы наблюдали, допустим, пару недель назад. Ну, то есть, вот в летние месяцы ты бы особенно, да, действенно не смотрел бы на рынок акций российский? Ну, я бы пока предпочел инструменты фикс-тенка. Хорошо, давайте немножко отвлечемся, значит, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того, что происходит за океаном в свете последних событий, в свете последних заседаний Федрезерва, выступлений господина Бернанки. Ну, и самая свежая, что называется, новость, это вчерашняя статистика по ВВП Соединенных Штатов Америки, окончательные данные за первый квартал неожиданно были пересмотрены в отрицательную сторону, да, в худшую сторону. 1,8 нарисовали статистику, вот, по сравнению с ожидаемой 2,4. Можно ли в связи с этим опять заговорить о том, что сворачивать Куи-3 рано, о том, что эта программа продолжит свое существование так же активно, как, по крайней мере, была до последнего момента, ну, и на этом оптимизме, да, как минимум, S&P 500 перепишет исторический максимум, Дим, как ты думаешь? На данном этапе я не вижу никаких причин для сворачивания программы. Никаких причин для сворачивания? Да, сейчас дефляционная угроза опять висит в целом над американской экономикой, и инфляция находится ниже таргета Федрезерва. Я думаю, что, по моему мнению, рынок слишком чрезвычайно близко к сердцу воспринял некоторые слова, которые произнес господин Бен Бернанке в рамках своего последнего заседания, и что вызвало резкие продажи на рынке облигаций, которые тряхнули весь мир, по сути. Вот, я думаю, что сейчас остальные члены комитета по открытым рынкам, они и сам Бен Бернанке, они в перспективе несколько смягчат свою позицию, то есть будут в рамках вот этой политики forward guidance, то есть коммуницирование с рынком, да, перспектив там экономики и идей по поводу дальнейшей ситуации с Куе, они будут более мягки, будут скорее говорить о том, что продолжать будем, все, в общем, будем продолжать и как-то постараться смягчить этот удар, который прошел, потому что, ну, насколько я знаю, действительно, очень сильно пострадали и фонды, которые работают с трежерис, ну, и на российском рынке мы увидели такие продажи сильные, вот, я думаю, что это было все-таки локальный такой всплеск негатива, но я надеюсь, что ситуация сейчас стабилизируется и все вернется в свое русло, в конечном счете это положительно отразится, в том числе на динамике американских акций, то есть был такой локальный шок-сплеск, но я думаю, что Федрезерв немножко исправит свою риторику. Ну, локальный шок-сплеск, в конечном итоге мы же говорили, что на рынке акций Соединенных Штатов Америки назрела коррекция, да, когда будет коррекция. Вот, может быть, вот это движение как раз и рассматривать в качестве коррекции. Мне интересна стратегия buy the dip, да, покупать просадки, пока я вижу такой сценарий. Но в целом надо отметить, что вот если там рассмотреть какие-то различные модели, по которым оценивается индекс, в том числе S&P, то видно, что, конечно, перегрет рынок. Перегрет. Рынок немножко перегрет, да, как говорится, бежит впереди экономики, потому что в экономике реально не так все хорошо, чтобы рынок столько стоил. Но это опять-таки отражение той политики ФРС, которую он ведет. Ну и как раз ФРС и пытается пузырь не отдувать и всячески своим коммуцированием с рынка его подсдуть. Ну вот в этом случае последнее выступление, да, Берданки, это как раз может быть решение этой проблемы. Я считаю, как раз это направлено на то, чтобы несколько остудить рынки. Хотя стратегически все-таки, да, ты не видишь пока, что оснований для... Пока не вижу оснований. Да, для изменения этой политики нет. Ни в долго, ни в среднесрочной перспективе. Не, ну я думаю, что... До конца года ведь была фраза такая. До конца года я не думаю, что они привели прям такие активные шаги, но тут важно именно коммуцирование, общение Берданки и членов комитета под открытым рынком с сообществом институционным. С массами, да, с массами. И главное, чтобы они друг друга понимали, потому что, видишь, массы понервничали, не так поняли, надо будет объясняться. Сейчас небольшая пауза, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании Кит Финансы. Евгений Шагу, глава аналитического департамента, управляющий компанией Инго Страх Инвестиции. Женя, извини, глава. Глава. Значит, мы продолжаем разговор на заявленную тему. И давайте, собственно, мнение твое еще по поводу того, что творится за океаном, за рубежом. Все, что касаемо программы количественного смягчения, сворачивания. Что касаемо программы количественного смягчения, то Бернанке сейчас абсолютно бессмысленно сворачивать данную программу. Ему осталось работать примерно полгода на своем посту и устроить обвал рынков под занавес своей карьеры. Но, наверное, это не самое лучшее завершение карьеры для любого чиновника такого уровня. Поэтому, наверное, все-таки... Но это уже какой-то, да, не совсем экономический повод для того, чтобы... Не совсем экономический, но он может оказаться самым актуальным. Самый актуальный. Да, почему нет? Конечно, возможно. Ну, задача-то решена была, вот он таким образом этот пузырек немножко подсдул все же, да? Ну, в общем-то, да. Ну, темнее все равно, мне кажется, что американский рынок, и я думаю, что он входит в фазу бычью такую долгосрочную. Долгосрочную. Так, хорошо. Давайте тогда вернемся к теме и посмотрим на то, что творится на сырьевых площадках. Сейчас, еще раз я повторю, ну, наш основной ориентир в рамках оценки текущей ситуации, это нефть марки Brent. Вот она выше 102, еще раз повторю, сейчас торгуется. А, допустим, если говорить о металлах, промышленных и драгоценных, все не так хорошо, да? С золотом мы только что тут за эфиром обсуждали, который сейчас уже, да, ниже некуда, 1220 за унцию, еще раз повторю. Вот, значит, на фоне всех происходящих событий, наверное, то, что происходит на сырьевых площадках, это не, то есть, это логично, да, это не изрядно выходящие какие-то вещи. А что в этой связи ждать нам в дальнейшем, Дима, и как, собственно, будут реагировать российские площадки? Еще раз повторю, мы все-таки достаточно сильно снизились, а нефть, тем не менее, основной индикатор, на который мы ориентируемся, все-таки держится уверенно выше 100. Ну, что касаемо нефти, это дело самое неблагодарное, и прогнозировать ее движение. Тем не менее, нефть находится с 2010 года, в общем-то, в даунтренде, и здесь никаких подвижек я не вижу ни в ту, либо ни в иную сторону. То есть, я не жду ни роста, я не жду ни резкого падения. Конечно, если будет прокол 100, это будет для российского рынка таким ударом, потому что во многом он держался за счет того, что нефть вроде как намеревалась пойти пониже, но не ходила, это хорошо, и я, честно говоря, не думаю, что есть большие предпосылки для того, чтобы он резко сходил и надолго вниз. То есть, я думаю, текущий уровень будет сохраняться, может, в рамках какого-то широкого коридора, но ни всплесков, ни вверх, ни вниз я бы не ждал. Но для российского рынка это и есть плохо в целом. Мы, и экономика наша, в общем-то... Есть плохо то, что не растет, да? Нам нужен рост. Нам нужен рост. Да, поэтому сейчас экономическая стагнация, если не рецессия в экономике, конечно, все это сказывается прямым образом, и нефть не растущая влияет. Инфляция растет, все растет, не состоится, все-таки она же в ценовых диапазонах держится. Так что по нефти я не думаю, что какие-то сильные движения будут. Ну, а что касается вот сырьевых товаров, ну, других сырьевых товаров, в частности, промышленных металлов... Ну, я в целом повторюсь, я думаю, что зря Китай так хоронит сильно. Я в опережающих экономических индикаторах, в общем, вижу некоторые позитивные нотки, и та ситуация, которая сложилась недавно с кризисом банковской ликвидности, это все под полным, тотальным контролем Народного банка Китая. Я просто, ну, образно говоря, решил наказать деятелей, которые в рамках реформы не проводят необходимых действий и расширяют это кредитование небанковское, там всякие трастовые кредиты выдают и так далее, там, в общем, мутная история, но ситуацию Народного банка Китая контролирует. Контролирует, да? Никакого коллапса там нету. За всеми этими кредитами, которые поднавыданы в огромных количествах, за что и ФИЧ говорит, и МВФ, и так далее, за всеми этими кредитами стоит огромное сбережение частного сектора. Об этом никто не говорит. То же самое про Японию. Многие хоронят, не понимая глобальных вещей в самой экономике, то, что там действительно огромные сбережения, и нету принципиальной проблемы долга как такового. Но, тем не менее, цепляют за это дело, и, конечно же, кризис ликвидности вынудил многих выходить из китайских акций. Но, в целом, повторюсь, что опережающие макроэкономические индикаторы говорят, что темпы роста сохранятся на достаточно уверенном уровне, и, в принципе, не исключая того, что они могут там и к 8% потянуться к концу года. То есть, я ни в коем случае это не исключаю, и это может благоприятно сказаться и на фондовом рынке, и в том числе спросе на сырьевые активы. И что, в конечном итоге, да, и не обойдет и российский рынок? Ну, конечно, там и металлургия, и так далее, потому что у нас металлургия в депрессивном состоянии находится. Я понял. Жень, твое мнение по сырьевому рынку? Ну, согласен, не согласен? Ну, что касается металлургов, то они, наверное, все-таки немножко не по этому депрессивному состоянию. У металлургов существует банальный кризис перепроизводства. То есть, количество мощностей, которые существуют в мире, они гораздо больше, чем существует спроса. И пока этот процесс не, то есть, это состояние не изменится, мы будем наблюдать падение прибыли, падение производства. Ну, резонно, вот, резонно ли, да, вспоминать о Китае как раз вот в разговоре о том, что это состояние изменится, не изменится? Проблема в том, что Китай — это некая обособленная экономика, она, по сути, ничего, никакую металлургическую продукцию не покупает и не продает. То есть, они сами удовлетворяют свой спрос, у них огромные колоссальные мощности металлургические, они закупают только сырье. То есть, по сути, мы должны смотреть на весь остальной рынок. Остальной рынок — это что? Это Европа, которая должна закрыть свои производственные мощности в силу своей неэффективности просто. Но Европы будет недостаточно, нужно закрывать еще мощность. Пока этот процесс не произойдет, мы не увидим, соответственно, ни роста цен на конечную продукцию, на металлопрокат, ни, соответственно, роста котировок акций металлургов. Это довольно долгий процесс. Это года два-три, может быть, больше. И все это время, да, два-три года, может быть, больше, собственно, металлурги, ну, как минимум наши, будут в такой же вот ситуации, да? Не исключено, не исключено. Дело в том, что у нас металлургия достаточно эффективная, но вот последняя ситуация со стоимостью энергоносителей, со стоимостью рабочей силы, когда это все планомерно росло, сделала уже металлургию не столь эффективной, какой она была там еще раз пять назад. Вот поэтому ситуация, да, в металлургии очень сложная, и выхода оттуда хорошего скоро не будет. Хорошо, ну, а если поговорить о нефти, о нефти, да? Что касается нефти, здесь ситуация другая. Нефть это менее спекулятивный товар, чем металлы. Ну, если брать, допустим, цветные металлы, то там очень высока доля спекулянтов, которые разогнали цены, и сейчас, соответственно, они выходят из этих инструментов, и цены на металлы падают. Вот, соответственно, сильнее всего падают те металлы, где доля этих денег максимальная, золото, серебро, драгоценный металл. Доля спекулянтов максимальная. Доля спекулянтов максимальная, да. Что касается нефти, там не так много спекулянтов, соответственно, сложившаяся ситуация, это некий баланс все-таки реального спроса и реального предложения. То есть, более низкая цена, она уже перестает устраивать экспортеров. Соответственно, арабы легко пойдут на сокращение мощностей. Поэтому сильного падения я в нефти также не жду. Может быть, какой-то прокол уровня 100 долларов, может быть, 90, может быть, в крайнем случае 80, но вряд ли ниже. И вряд ли там надолго задержатся цены. Ну, и если действительно такой сценарий брать в качестве базового, рынок Российской Федерации это сможет поддержать? Рынок это поддерживает уже достаточно давно, но здесь другая ситуация. У нас ведь не только нефть, а нефтяные акции, если посмотреть на них, они держатся вблизи своих максимумов. То есть, ну, плюс-минус что-то там. Что касается всех остальных, они близки как раз к ценам, ну, имеется в виду металлургия, энергетика, вот такие сектора. Цены и акции близки к минимумам кризиса 2008 года. То есть, акции упали очень сильно. И здесь это отражает как раз вот ситуацию на рынках остальных товаров, в том числе металлов. Это отражает ситуацию с ростом издержек, с ростом налоговой нагрузки на предприятия, с большими инвестиционными программами в энергетике, которые, я не знаю, насколько они востребованы в реальности. То есть, мы имеем компании со стагнирующей выручкой, может быть, несколько растущей, но не теми темпами, которые ожидали инвесторы. И огромными инвестиционными программами в энергетике и в металлургии ситуация примерно такая же. Поэтому вот за счет этих отраслей индексы, собственно, и далеки от максимумов, которые были после кризиса, скажем так. Уровни 2008 года, вот Женя говорит, да, очень многие бумаги действительно там близки к уровням кризисного года. Это значит, что общая ситуация напоминает вот этот 2008 год, Дим, как ты думаешь? Ну, по металлургам я согласен, что тут проблема оверкапасисти, так называемая. Вот по Китаю несколько цифр мне недавно встречались. Свободных мощностей по стали 900 миллионов тонн, реально 700. То есть, такой лаг существенно существует между реальными мощностями и действительно выпуском продукции. Но Китай уже заявил о том, что он планирует убыточные предприятия закрывать. То есть, тот процесс, которым коллега озвучил, он уже постепенно будет реализовываться. Конечно, это все прекрасно понимают. Да, и будем ждать, смотреть. Ну, еще раз повторюсь, на второй полугодии я хочу быть оптимистом. Хоть немного, я не говорю про какой-то соношедший рост, но, по крайней мере, о том, что там их постараются. Но, с другой стороны, я хочу быть оптимистом, и я имею возможность быть оптимистом. Да, да, да. То есть, я бы сделал эту ставку. Все-таки, да? Да. Я понял. Хорошо, сейчас еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ послушаем, а потом продолжим наш эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир, тема которого, тема которого сегодня мы заявили, российский индекс и динамика на товарно-соревом рынке. Напомню, в студии сегодня Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании Кит Финанс. Евгений Шага, глава аналитического департамента, управляющий компанией «Госстрах инвестиций». Значит, мы обсуждаем сейчас нефть, промышленные металлы, и самое время поговорить о металлодрагоценных. Ну, наверное, можно сосредоточиться на золоте, хотя и серебро многим интересно. Что происходит сейчас, потому что, действительно, мы видим достаточно серьезные проливы, да, в этих металлах. Женя, кстати, озвучил причину этого, да, во многом это связано с тем, что огромное количество спекулятивных, спекулятивного капитала сидят в контрактах на драгоценные металлы. Но, тем не менее, Дим, давай, твое мнение, да, что происходит сейчас на рынке драгоценных металлов, ну и главное, какие перспективы. Найдет где-то он поддержку или будет так и валиться? Ну, если смотреть корреляцию золота, к примеру, с индексом СНП, если взять данные там за последние лет 100, мы четко видим тенденцию, когда растет рынок акций, золото падает, это такие большие циклы. И в целом эти циклы, ну, во время этих циклов всегда наблюдалось вот две идеи, там, либо дефляция, либо инфляция. Вот в 70-е годы вот эта тема была инфляционная, когда там все это помнят, шок и за нефть, и так далее. Там вот золото в тот раз играло роль, росло вместе, да, такой актив, ну, не могло пропустить вместе с остальным, да, рынком. А вот в другие моменты, когда рынок акций роста золота падал, в те вот моменты очень активно разыгрывалась тема дефляционная. В том числе она была очень актуальна после кризиса 2008 года. Фидрезерв как раз очень активно, как раз запуская свои программы КУЕ, он активно боролся с дефляцией, не хотел повторения японского сценария, что ему, в общем-то, удалось. Вот в такие моменты, когда реальные процентные ставки, ну, к примеру, как разница между доходностью, там, трежер из 10-летних, бенчмарка и инфляции, когда реальные проценты ставки сокращаются, и тем более, когда они уходят в отрицательную область, что мы наблюдали после кризиса, вот это самые удачные периоды, самые хорошие для золота, которые очень сильно растет, еще раз повторю. Если можно поподробнее, да, реальные проценты ставки, это разница между, ну, например... По-разному можно считать, ну, берем бенчмарк, американский трежер из 10-летних, например, да, ну, и вычитаем доходность и инфляцию, да, получаем реальные процентные ставки. Если она отрицательная, то есть, да? Если она отрицательная, вот, и там динамика важна еще. То есть, инфляция больше, чем доходность по трежерям. Да, 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 да. Вот тут надо еще тенденцию смотреть, как бы, тренды, они такие долгосрочные, такие хорошие, вот, соответственно, когда у нас наблюдается тенденция к снижению и уходу в отрицательную область реальных процентных ставок, золото, оно становится реально актуальным, оно такой вылью сохраняет свое, и в него люди идут, желая защитить свои деньги. Потому что во время дефляции деньги, они... Ага, теряют свою покупательницу. Да, да, да. Когда золото перестало расти? Оно перестало расти с осени 2011 года. Вот именно в тот момент произошел перелом в динамике реальных процентных ставок, они в отрицательной области развернулись вверх, сейчас они уже в положительной области, в нее они вышли где-то в начале 2013 года, в начале 2013 года. Вот, и продолжают уверенно расти. Вот, и ровно с того момента, как реальные проценты ставки развернулись, золото пошло в даунтренд, а когда, чем выше в положительную область реальные ставки выходят, то есть, когда у вас финансовые активы приносят, грубо говоря, больше отдачи и доходности больше приносят, соответственно, золото, оно просто не нужно никому. И вот этот спекулятивный спрос, о котором говорил коллега, вот он, как раз это действие, рациональные действия игроков, чисто обычные экономические явления и интересы, да. То есть, когда у вас финансовые активы в реальности приносят доход больше, чем кусок желтого металла, грубо говоря, который надо хранить, тратить деньги на его хранение и так далее. Вот, и вот последний салон. Что-таки тратить деньги на хранение, если мы говорим о покупке физического металла, а масса вот этих вот спекулятивных инструментов, да, контрактов фьючерсных, они хлеба-то не прочтут. И вот последние распродажи как раз были после заявления Бена Бернанки, после последнего заседания, когда намеки были на сворачивание КОЕ, соответственно, доходности по тратить жирам взлетели, инфляция остается подавленной, реальные проценты ставки еще сильнее расширились, золото еще раз показало свою слабость, соответственно. Поэтому для дальнейшей оценки, вот с моей точки зрения, надо понимать, какие сейчас настроения по инфляции у нас, там дефляция, инфляция, какой тренд будет, ну и, соответственно, доходности тратить жири в нашем случае. Вот, примерно понимая, куда что пойдет, соответственно, отсюда можно стратегию строить. Я думаю, еще раз повторюсь, мысли о том, что... Но это все-таки долгосрочная стратегия, да? Да, я думаю, что золото либо уже в долгосрочном флете, в таком, либо, ну, скорее в даунтренде. Даунтренде. То есть, как бы, я сейчас бы не рекомендовал вообще туда входить, я бы искал идеи в золотодобывающих компаниях, вот, мне кажется, там есть интересные идеи сейчас, вот, и... Ну, смотри, идеи в золотодобывающих компаниях не связаны с стоимостью, да, физического золота? Нет, они как раз-таки связаны, они связаны сейчас. Если золото в даунтренде. Есть компания с ПНБВ, там уже неприличным уровнем просто, когда... Такая ситуация была в восьмом году по многим компаниям, в принципе. Вот, примерно то же самое сейчас на рынке компаний в золотодобывающих сложилось. То есть, там можно какие-то идеи поискать, а в целом, вот, как в золото, как в финансовый инструмент, я бы сейчас, ну, неинтересно входить, хотя я думаю, что рынок, ну, доходности по тражерности немножко вниз пойдут, инфляция будет стабильна, то есть, некоторый отскок произойдет. Ну, ничего, ни на какие две тысячи долларов, три тысячи долларов я не ждал и ждать не буду в текущих слоях. Я понял, я понял. Смотреть на инфляцию. Жень, как ты оцениваешь рынок и драгоценных? Ну, тут сложно что-либо добавить. Коллега рассказал все довольно подробно. Действительно, финансовые активы сейчас намного интереснее золота, и те, кто не успел выйти из золота по максимуму, сейчас фиксируют убытки. По максимуму, причем, это мы говорим о 1800, да, вот. 1800, 1700, вот, 1900 там даже были, по-моему, цены, но недолго. Ну, да. Ну, я думаю, что, да, те, кто на таких уровнях, причем я помню прекрасно, это было, наверное, весна, что ли, лета прошлого года, когда мы вот в районе 1500-1600, тем не менее, да, активно откупались все и ждали там обновления исторических хаёв. Вот, я помню прекрасно, да, что многие люди там открывали длинные позиции, ну, и сложно, наверное, представить сейчас, да, какой убыток, да, морженкол уже, наверное, случился, если говорить сейчас, что унция стоит 1200 долларов. Есть вопрос у нас, давайте послушаем, ответим на него. Павел, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, а как вот кандозы по трактитамам коррелируют с себестоимостью его добычи, которая уже выше того, что мы видим сейчас? И второй вопрос, каким образом связано падение золота с требованием, скажем, неких европейских государств к возврату своих золотых? Да, ну, вопрос понятен, наверное, да, Павел, к сожалению, звонок сорвался к возврату своих золотых, я так понимаю, запасов, да? Дима, звонок собрался, сорвался. Да, видимо, речь шла о том, чтобы вернуть свое золото из хранения в США. Совершенно верно, да, причем это было, сколько, месяца два, наверное, да, в СМИ происходило по поводу Германии, что Германия свой запас возвращает. Там и тема была о том, что по закону инвестиционные банки прекращают возможность спекулировать. Давайте, может, с первого вопроса начнем. Давайте, давай, Женя, корреляция. Никак не связана стоимость золота с себестоимостью производства, поскольку это в чистом виде такой инвестиционный актив. В моменте стоимость может быть заметно ниже себестоимости производства. Ну, именно в моменте, то есть краткосрочно? В моменте, краткосрочно, но может быть там в течение нескольких месяцев до года. Ясно, ясно. Ну, а по поводу закона, по поводу инвестиционных банков, так они, ну, тут тоже эту тему активно обсуждалось, потому что вроде как на следующий день после этого принятия уже закона, вступление в силу, вроде как там обвал произошел. Ну, и тут понятно, что вот те крупные банки, инвестиционные компании, они заранее, понятно, что готовились. Конечно. Они знали закон, чтобы он был в силу, естественно, там какие-то позы закрывали и так далее. То есть я тоже не считаю, что это из-за этого произошло. Это мы говорим об апрельском обвале, да? Да, тут надо рассматривать первопричину и следствие. Это уже следствие было каким-то, да, вот падением. А первопричина, вот я все-таки хочу и в таких вот... В экономических. В экономических терминах. Да, вот терминах. Вот. Еще немаловажный момент все-таки надо отметить, что раз мы говорим о том, что американская экономика постепенно встает на рельс восстановления там самостоятельного и то, что не потребуются уже эти программы экономического стимулирования и выкупа активов, это говорит нам о том, что доллары заканчивают свою эпоху снижения. Слабости. Да, исходя из текущей экономической ситуации. Ну, они планировали начать повышение процентных ставок, если я не ошибаюсь, в 2014 году. Да, уже, да? Да, осталось, по сути, год. Ну, поменяется руководство Федрезерва и, соответственно, по всей видимости, поменяется политика. Ну, так уж кардинально политика может поменяться. Ну, почему кардинально? Это ожидаемое событие. Об этом заявляли еще только сразу после того, как начались эти программы количественного смягчения. Ну, а что касается перспективы укрепления доллара, да, там, какого-то среднего-долгосрочного, ты согласен с этим? Да, с этим сложно не согласиться. Экономика США сейчас в достаточно хороших условиях. У них низкие процентные ставки, у них низкая стоимость энергоносителей, они показывают некоторое восстановление, экономический рост, хоть он, как вчера показала статистика, и не столь однозначен. Тем не менее, укрепление экономики позволяет им не бояться укрепления доллара. Я понял. И, Дима, тебе еще вопрос, две минутки у нас осталось, до следующих новостей. Вот по поводу идеи золотодобывающих компаний, еще если можно. Нет, это чисто такая идея спирткультивная, то есть, когда можно поискать компании интересной, с точки зрения, как раз завязываться на себестоимости, но коллега правильно подметил, как мне кажется, что процесс может затянуться на год, да, еще, и там очень сильные убытки могут быть у компаний. Ну, мне кажется, как идею можно поискать, ну, для любителей, вот, поработать с золотом, то есть, не самим металлом, там, пытаться сейчас. А эти компании могут быть и отечественные? Ну, скорее всего, все-таки нет. Буду все-таки на западные смотреть на компании. Так что, да. Но серебро, вот там вопрос уже был, я вообще не рекомендую. Ну, если как бы чисто формально подходить, у нас не осталось отечественных компаний, производителей золота. Совершенно верно. Если быть формалистом, это получается. Но если не рассматривать, там какой-нибудь глубокий третий эшелон. Согласен. Так, а по поводу серебра еще раз скажем. Ну, серебро, ну, я просто как бы сам... Совсем не рассматриваешь? Не рассматриваю, не рекомендую крайне сильную волатильность, и рынок такой очень непонятный, чрезвычайно спекулятивный. Ну, я просто не знаю, не людей, кто бы мог там хорошо заработать. Просто вот не встречал, и всегда какие-то проблемы там очень высоко власть. Ну, если сравнивать золото и серебро, ну, имеется с точки зрения инвестиционного инструмента, да, там есть какие-то отличия принципиальные? Это драгметалл, это драгметалл. Не, ну, есть. Ходят они примерно в одну сторону всегда? Есть, конечно, но лучше, если хотите завязаться с этими. С рынками, то лучше же золотом как-то связывайтесь, пытайтесь совершать. Но серебро очень часто плачевно заканчивается, эксперимент. Серебро просто более волатильное, так они ходят в ту же сторону. Ну, да. В целом, серебро, конечно, более и больше используется в промышленности, поэтому это не совсем инвестиционный металл. Ну, соотношение инвестиционного и не инвестиционного употребления, не инвестиционного, оно гораздо больше в пользу инвестиционного. То есть, больше его используют именно как инвестицию, а не как сырье для электроники или для фотопленки. Хорошо, хорошо. Значит, сейчас мы еще раз с вами прервемся, мы послушаем новости на Финам.ФМ, потом мы продолжим наш эфир. Еще раз повторю, сегодняшняя тема – это определение связи между движениями на царевых рынках и российских индикаторов. Новости на Финам.ФМ. Ну, что ж, друзья, продолжим эфир. Последняя его часть – сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня в студии Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании «Китфинанс», Евгений Шага, глава аналитического департамента, управляющий компанией «Инго Страх Инвестиций». Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, сравниваем движение российских индикаторов с динамикой на сырьевом рынке, ну, и говорим, в общем, о том, что может быть интересно в нынешнее время инвестору-спекулянту. Я попрошу вас, коллеги, сейчас поговорить на тему, что может интересно не только инвестору-спекулянту, а обычному россиянину. Это, естественно, ситуация с рублем динамика на валютном рынке Российской Федерации. Напомню, да, что последние несколько дней мы видели достаточно агрессивное ослабление рубля. 33 рубля за доллар, наверное, да, можно локально максимум считать этот уровень. Сейчас есть небольшая консолидация, ослабление, ну, связанное там с какими-то, может, объективными предпосылками. А чего же все-таки ждать дальше? Продолжится ослабление, как, по крайней мере, да, многие говорят о 34-35, особо одаренные о 40 и далее. Дима, как ты думаешь? Во-первых, что происходит сейчас на рублевом рынке? Это исключительно спекуляции или все-таки объективная реакция на какие-то события? Последнее движение связываю с тем, опять-таки, возвращаемся в Америку, с той ситуацией, которая сложилась после заседания ФРС, когда на рынке долговом американском случился резкий рост доходности, что спровоцировало такую волну по всему миру. И в том числе это затронуло Россию. Да, мы видели довольно агрессивные распродажи на нашем долговом рынке, и это отразилось на динамике отечественной валюты. Извини, пожалуйста, если мы ориентируемся сейчас в том числе и на простого обывателя, то логика должна быть простая. Когда инвестор продает, тем более иностранный инвестор, долговые обязательства, облигации ОФЗ, прежде всего мы говорим об этом, то есть он продает их, естественно, получает рубли, а потом рубли эти меняет на доллары и уводит отсюда эти денежки. Правильно? Такая ведь логика. В целом, да. Если говорить про перспективу, то я отношусь к той группе людей, которые считают, что диапазон колебаний сохраняется в районе 32,5-33, с небольшим. То есть я не думаю, что будет какое-то резкое ослабление, девальвация, иногда называют это слово. Ну, в принципе, это правильное понятие. Правильное, но очень страшное. Ну, оно просто в связи с тем, что так привили его нашему населению, оно не несет в себе ничего плохого, на самом деле, многие так считают. Поэтому я не думаю, что слишком будет ни укрепление, опять-таки, ни какое-то ослабление дальнейшее, ну, глобальное такое, серьезное. То есть я думаю, все будет нормально с рублем, будет стабилизировано на данном уровне. Будут моменты, где посильнее, послабее, но в целом до конца года все-таки надеюсь, что уровень там 33,5 не пройдем. А, кстати, если говорить о противоположной динамике, вот укреплении куда-нибудь в районе 1,29, это вряд ли, да? Нет, я не считаю, в текущих экономических условиях я не считаю, что это... То есть повода для укрепления рубля практически нет никаких? Ну, если не говорить о локальных, вот в том, что сейчас налоговый период? Ну, до таких уровней нет, я не считаю, что он поедет. Жень, что происходит с рублем, скажи, пожалуйста. Ну, что происходит с рублем? Министр финансов неудачно вспомнил слово девальвация. Вот об этом, собственно, да, и заговорили. Вот, поскольку девальвация у населения ассоциируется даже не с 2008 годом, а с 1998, да, когда рубль обесценился в 4 раза, то все испугались. Ну, вот, когда говорит об этом министр финансов, это серьезно. А то, что он сказал, что планируется девальвация на 1-2 рубля за доллар, это уже как-то не очень услышали. Вот, так, собственно, на 2 рубля девальвация, она уже состоялась. С 31 до 33 вырос доллар. Хотя, опять, если вспоминать слова господина Силуанова, он же планирует только предпринять это мероприятие в августе месяце, когда Минфин выйдет на открытый рынок, будет скупать доллар. Именно так. А уже случилось все. А уже случилось все. Вот, ну, если посмотреть на действия ЦБ, то вот на этом уровне ЦБ продает достаточно активно доллары и рубль удерживает от дальнейшего ослабления. Скорее всего, ЦБ удастся сбить этот натиск, тем более, что по сведениям некоторые нефтяные компании активно ему помогают. Вот, продавая валютную выручку по сложившемуся курсу, учитывая, что сейчас налоговый период, им это крайне выгодно. Ну, а дальнейшая перспектива, ослабление, укрепление рубля-то? Дальнейшая перспектива, но пока нефть сохраняется в районе 100 долларов, я думаю, что о серьезном ослаблении рубля говорить не стоит. Даже если оно будет предпринято искусственно, каким-то образом, там, за счет покупок Минфина, то через какое-то время рубль просто вернется в этот диапазон. И диапазон именно вот, да, мы можем... 32-33. На текущих, да, на текущих. Да, может быть, чуть выше, может быть, чуть ниже. Укрепление рубля тоже не планируется. Ну, а с чего вдруг? Ну, если на Ближнем Востоке начнется серьезная война, и нефть улетит там в район 120, ну, тогда, наверное, можно будет об этом говорить. А пока не с чего, не с чего. Я понял. Хорошо, ну, и последние, давайте, 5 минут, если можно, посмотрим более детально на российский рынок все-таки, на российский рынок акций. На ваш взгляд, ну, видимо, исходя из всего вышесказанного, на ваш взгляд, исключительно спекулятивно, на что сейчас, Дим, можно посмотреть, чтобы, ну, как минимум, не сидеть летние месяцы в кэше. Многим хочется поторговать, наверное, не все разъезжаются сейчас по отпускам. Ну, я постараюсь с перспективой, наверное, до осени. Да, да. Ну, мне все-таки интересен «Газпром», несмотря на все его проблемы многочисленные, это понятно, да, история. А интересен почему? Как спекулянт, потому что он дешево стоит? Интересен, потому что я жду продолжения восстановления экономического в Европе. «Газпром», понятное дело, поставляет в Европу газ в больших количествах, соответственно, на нем это должно сказаться. И я вот разговаривал с людьми, сказали, что вроде коммерческие запасы газа в Европе на минимумах многолетних стоят, поэтому это уже как фактор возможно. А кроме как «Газпром», в Европе сейчас некому обратиться больше. Ну, есть кому, но это опять-таки я про такие спекулятивные вещи говорю, да, то есть как ожидания и те факторы, которые могут повлиять отчасти. Интересны «Металлурги», безусловно, потому что я думаю, что Китай себя неплохо покажет, и там тоже на этом спекулятивном движении могут и металлы немножко отойти от своих минимальных значений и поспособствовать, соответственно, росту капитализации компаний «Металлургов». Там по всему спектру, в общем-то, я не уделяю там отдельно кого-либо, потому что все перепроданы ликвидная энергетика, а ВТБ, пожалуй, ну, пожалуй, так вот, да. — Сбербанк нет? Не смотришь? — Сбербанк нет, мне не нравится. — То есть ВТБ тебе даже больше нравится, чем Сбербанк? — ВТБ на текущих уровнях мне больше нравится, чем Сбербанк, да. — Так, хорошо, Жень, твой взгляд на российский рынок? — Ну, что касается «Газпрома», энергетики и так далее, ну, это, по сути, госкомпании с раздутыми непомерно инвест-программами, которым сейчас обрезали рост тарифов, ну, или обрезают в процессе. За счет чего они будут финансировать инвест-программы, не совсем понятно, «Газпром» заявил сегодня, что уже обрежет инвест-программу. Ну, в любом случае это скажется негативно на прибыли все и, наверное, на оценки. — То есть текущая оценка, она более-менее отражает, наверное, реальную ситуацию с этими компаниями. — Принципиально ничего, что могло бы улучшить ситуацию с этими компаниями, я не вижу. То есть их будут действительно зажимать, они неэффективны сами по себе, они не нацелены на то, чтобы увеличивать свою эффективность. Поэтому, ну, рассматривать их, возможно, только как некую спекулятивную идею на небольшой срок. Если будет действительно восстановление в Китае, восстановление на сырьевых рынках, то, наверное... — Много если, много если. — Да, наверное, эти компании тоже могут вырасти. Что касается «Газпрома», наверное, я бы лучше предпочел «Новатек». «Новатек» может получить лицензию на экспорт СПГ, «Новатек» им интересуется «Тоталь». В общем, «Новатек» все замечательно, несмотря на то, что у нее дикие коэффициенты совершенно. По сравнению с тем же «Газпромом». Что касается электроэнергетики, ну, тоже можно поиграть в отскок. Если, ну, после того, как должны в итоге выйти какие-то новые темпы повышения тарифов, наверное, все это может отскочить каким-то образом. — Ну, то есть опять ясность какая-то будет в этом вопросе, да? — Да, 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 когда будет ясность, потому что, если вот вы заметили еще до того, как Путин сказал, что тарифы обрежем, темпы роста тарифов обрежем, энергетику уже лили вовсю, наверное, так недели за две до этого. То есть инсайдеры... — Да, 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 не дремлят инсайдеры. — Абсолютно. — Здесь нужна какая-то стабильность, да? — Да, как только будет ясность с этим вопросом, наверное, все это несколько восстановится. Даже если там их обрежут до уровня инфляции, это не так плохо. — Что касается металлургии, ну, опять-таки, чисто спекулятивная идея не более того. То есть на ближайшие 2-3 года, наверное, рост такого в металлургии не будет долгосрочного. — Понятно. — Потребительский сектор, несмотря, опять-таки, на дикие коэффициенты, он растет, он интересен. — И будет, скорее всего, продолжать? — Будет продолжать расти, да. — Население у нас любит потреблять, от этого никуда не денешься. — 70 лет их не кормили. — Да, теперь началось. Ну, дай бог, чтобы у них была возможность, по крайней мере, у нас с вами была возможность потреблять, конечно. Еще буквально 2 минутки, давайте, ну, так, тезисно, что называется, на Форекс посмотрим. Евро-доллар, Дим, вот в свете всех сегодняшних рассуждений, глобально и локально. — Глобально Европе нужен дешевый евро однозначно для того, чтобы экономику свою поддерживать, и периферий нужен дешевый евро. И, соответственно, доллар, мы понимаем, что, по ходу, входит в фазу долгосрочного роста, поэтому тут игра в долгосрочную от шорта. Хотя локальное, понятно, движение в рамках середура, это все понятно. — Прямое оно не движется никогда. — Я думаю, что, да, это в сторону 1,20, возможно, ниже, но вот где-то так вот. Вот, поение, здесь, Абеномика, мне кажется, все-таки сделает свое дело, и банк Японии будет делать все от него возможное, чтобы бороться с дефляцией. В текущих условиях, когда Центробанк сидит в ловушке ликвидности, в общем-то, единственная возможность как-то изменить ситуацию, это обесценивание валюты, то есть, девалюация. — То, что мы видим. — Да, то есть, против иены можно играть, мне кажется, спокойно отсюда. И японский рынок сам по себе тоже будет, мне кажется, интересен. У них иного выхода нету, и только так они могут сделать, и они обозначили четкие параметры. Впервые за многие годы правительство столь сплоченное, и с Центральным банком идеи совпадают, и они действительно нацелились очень серьезно. И мне кажется, пойдут до конца, а японцы по своей натуре, если приняли решение, то пойдут. — Совершенно верно. — Я так считаю. — Менталитет тоже здесь имеет значение, да? — Да, это вот по основным валютным такое мнение, да. — Я понял, хорошо. — Жень, добавишь что-то? — Сложно, что-либо добавить. — В евро-долларе видишь паритет в ближайшее время? — Нет, безусловно, не вижу. — Но усиление доллара, тем не менее, можно прогнозировать. — Усиление доллара можно прогнозировать, тем более, если мы увидим действительно какие-то реальные шаги по выходу из КУЕ, то я думаю, что евро ослабнет. — Спасибо огромное. — Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании «Китфинанс», Евгений Ишаго, глава аналитического департамента, управляющий компанией «Ингострак инвестиций». Сегодня были в сухом остатке. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Успехов на рынке. До свидания.